Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале Магия Кухни Метеопрогноз Облачная Кухня Здравствуйте! С информацией о метеоситуации в ближайшие сутки ознакомлю вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Саулия Саденова. А в конце выпуска вы узнаете о полезных свойствах пшомной крупы. Но сначала прогноз погоды на понедельник, 26 марта. Каспийский морской порт страны, город Актау, встречает день малооблачной погодой, без осадков. Температура воздуха прогреется днем до 6-9 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров покажут плюс 2-3 градуса. Атмосферное давление чуть выше нормы, 770 миллиметров ртутного столба. В октябре 26 марта переменная облачность. Минусовые значения температур, возможен снег. Днем минус 2-3 градуса, ночью 8-9 градусов ниже нуля. А в городе нефтяников Атырау малооблачно и без осадков. Днем плюс 7-8 градусов, ночью 1-2 градуса выше нуля. Геомагнитное поле без возмущений. В городе Балхаш легкая облачность, без осадков. Дневные значения на отметке плюс 7-8 градусов, ночью плюс 4-5 градусов. А в Экибастузе 26 марта синоптики прогнозируют дождь. В вечернее время, переходящий в снег. Днем 0-1 градус. Ночью температура воздуха опустится до минус 1-2 градусов. Относительная влажность 90%. Северный Кокшитау, начало новой рабочей недели, встречает снежной погодой и минусовыми показателями термометров. Синоптики обещают днем минус 2-4 градуса. Ночью термометры покажут 7-8 градусов ниже нуля. А на западе страны, в Уральске, в понедельник облачно, возможен снег. Синоптики обещают днем минус 2-4 градуса. Ночью температура воздуха опустится до минус 8-10 градусов. В северном городе Костанае в ближайшие сутки переменная облачность. Снег и все еще минусовые значения. Днем минус 1-2 градуса. Ночью 9-10 градусов ниже нуля. В городе, расположенном на берегах двух рек Ульбы и Иртыша, Усть-Каменогорске, 26 марта пасмурная погода. Ожидается небольшой дождь. В ночное время переходящий в снег. Дневной максимум плюс 8-10 градусов. Ночью столбики термометров покажут 0-1 градус. Будьте аккуратны в пути, гололедица. В Павлодаре в понедельник облачное с прояснениями. В вечернее время возможен дождь со снегом. Днем 0-1 градус. Ночью 1-2 градуса ниже нуля. Атмосферное давление 750 мм ртутного столба. В Петропавловске все еще зимняя погода. Днем облачно, возможен снег. 0-1 градус. Ночью 11-12 градусов, также со знаком минус. Высокая влажность 90%. Будьте аккуратны в пути, гололед. А в Караганде в 26-й день весны синоптики прогнозируют облачную погоду. Осадки в виде дождя со снегом. Показатели термометров днем 0-1 градус. Ночью минус 2-3 градуса. Геомагнитное поле без возмущений. В городе, расположенном по обеим берегам реки Сырдарья, Казаларде, в понедельник синоптики обещают переменную облачность. Днем температура воздуха прогреется до плюс 10-12 градусов. В ночное время возможен небольшой дождь 4-6 градусов со знаком плюс. В восточном регионе, в городе Семея, облачно, с прояснениями. Столбики термометров днем на отметке плюс 5-7 градусов. Ночью 0-1 градус. В предгорьях Джунгарского Алатау, в городе Талдыкургане, в понедельник 26 марта, в течение всего дня ожидается дождь. Воздух прогреется днем до плюс 14-16 градусов. Ночью термометры покажут 5-6 градусов выше нуля. В одном из древнейших городов Центральной Азии, Туркестане, пасмурная погода, возможен дождь. Днем плюс 15-17 градусов. Ночью 9-11 градусов, также со знаком плюс. Геомагнитное поле без возмущений. В городе, столице степной части, великого шелкового пути, легендарном Таразе, высока вероятность дождя. Температурные показатели составят плюс 16-18 градусов днем, ночью 10-12 градусов выше нуля. Дождивая погода ожидается и в Южном Шимкенте. Днем температура воздуха прогреется до плюс 16-18 градусов, ночью 10-12 градусов выше нуля. Геомагнитное поле в пределах нормы. Город, родину яблок, Алматы. В понедельник ждет небольшой весенний дождь. Дневные температурные максимумы плюс 16-18 градусов, ночью 10-12 градусов, также со знаком плюс. Геомагнитное поле в пределах нормы. Самой молодой столицы мира и главном городе нашей страны – Астане. В 26-й день марта синоптики прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха плюс 3-4 градуса, ночью 5-7 градусов ниже нуля. Атмосферное давление выше нормы – 730 мм ртутного столба. Относительная влажность – 95%. В любую погоду заботьтесь о себе и своих близких. В дни светлого праздника на Урыс включайте в ваш рацион только полезные продукты. Например, пшенную крупу. Пшено за столь богатое содержание витаминов, минералов и, конечно же, желтый оттенок, называли золотой крупой. Ее рекомендуют употреблять людям, выполняющим умственную работу, тяжелые физические нагрузки и тем, кто страдает от диабета. Пшенная крупа облегчает работу печени, сердца, незаменимо после окончания лечения лекарственными средствами, содержащими антибиотики, укрепляет мышцы, придает силу и выносливость. Включайте в свой рацион только полезные продукты. И в праздник с 5000-летней историей Наурыс готовьте проверенные веками рецепты, содержащие пшенную крупу. Например, Наурыс Коже. А прогноз погоды провела для вас я, выпускница Казахстанской медиа-академии Сауле Саденова. Наурыс Мейрама кутты болсун, ахмол болсун. Вы симпатичны, талантливы и харизматичны? Мечтаете освоить навыки ведущего и блистать на телеэкранах? Казахстанская медиа-академия приглашает вас в старшую группу курсов «Ведущий интервьюер» и «Ведущий прогноза погоды», программе обучения, уроки по технике речи, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, развитие навыков общения перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами и, конечно, настоящие съемки и зрители, которые увидят вас в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86. Жарко или холодно? Солнечно или пасмурно? Дождь, снег или град? Какую погоду готовит природа? На телеканале «Магия кухни» «Метеопрогноз» «Облачная кухня»